В районной администрации прошла 44-я сессия совета. В ходе заседания депутаты рассмотрели более 27 вопросов. В числе основных – отчет начальника отдела МВД России по Славянскому району Юрия Скорнякова о деятельности полиции за 2018 год. В работе сессии совета приняли участие главы поселения, руководители структурных подразделений администрации, а также славянский межрайонный прокурор Алексей Долган. Главный вопрос повестки дня – отчет о деятельности славянского отдела внутренних дел за 2018 год. По итогам 2018 года уровень преступности на территории Славянского района снизился на 60 пунктов, или на 4,8% в сравнении с 2017 годом, и составил 1187 преступлений. Общий показатель раскрываемости совершенных на территории Славянского района преступлений составил 58,7%, что на уровне 2017 года, и на 6,7% выше краевого показателя. Раскрываемость преступлений тяжких и особо тяжких составов улучшилась и составила 65,4%, плюс 11,9%, в 2017 году – 53,5%. По итогам года нераскрытыми остались 496 преступлений. В основном это кражи чужого имущества и мошенничества. Славянский межрайонный прокурор заострил внимание на этом вопросе, дав поручение руководству полиции усилить работу по профилактике данных преступлений. Приоритетами системного реагирования сегодня определены кражи из квартир граждан, так как их число остается на высоком уровне, несмотря на незначительное снижение по цифрам. Я скажу, что кражи из квартир составляют 35 сегодня случаев. В связи с чем, я вот, Юрий Сергеевич, обращаю его внимание, требует принятия дополнительных мер. Я подчеркиваю, именно по кражам из квартир жилья. Их 35 случаев, на мой взгляд, это очень ровно в районе. И просто молодые люди без подготовки, я думаю, в квартиру в районе не зайдут. В прошедшем году, так же, как и в наступившем отделам МВД, особое внимание уделялось обеспечению безопасности граждан на улицах. Результатом проведенных профилактических мероприятий явилось снижение уличной преступности более чем на 5%. Но вместе с тем, по некоторым категориям преступлений, положительных результатов добиться не удалось. Так, возросло количество умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Остается острым и вопрос профилактики алкоголизма. В прошлом году 205 преступлений было совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В рамках реализации закона 1539 пристальное внимание уделялось работе с несовершеннолетними правонарушителями. Проводились все необходимые мероприятия по профилактике пресечения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам года на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состоял 51 подросток несовершеннолетних правонарушителей и 44 неблагоприятных родителей. По различным основаниям в 2018 году дополнительно были поставлены на учет 43 подростка и 39 родителей, отрицательно влияющих на детей. Профилактическая работа с подростками, в том числе в рамках реализации краевого закона 1539 от 21 августа 2008 года способствовала снижению как общего числа совершенных ими преступлений, которых в прошедшем году было зарегистрировано 12. Снижение составило минус 20% или минус 3 в общем количестве. Важнейшим направлением служебной деятельности отдела МВД остается обеспечение безопасности дорожного движения. По итогам 2018 года имеется незначительный рост количества аварий. Так, на территории района зарегистрировано 197 ДТП, в которых погиб 31 человек. 245 получили травмы различной степени тяжести в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками госавтоинспекции проводились профилактические акции и операции. В общей сложности было выявлено и пресечено более 14 тысяч административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Также особое внимание отдела МВД уделялось противодействию незаконному обороту наркотиков. По итогам 2018 года сотрудниками полиции было выявлено 110 преступлений. В суд было направлено 98 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 2,5 килограммов наркотических средств. Вместе с положительными результатами славянский межрайонный прокурор обратил внимание на необходимость активизации борьбы с распространением синтетических видов наркотиков. Граждане, которые приходят каждый день на личный прием, по вторникам он проходит, но пока есть такая возможность принимать право и желание. Так вот они жалуются о том, что на сегодняшний день закладчики, я объясню, что такое закладчики, они просто скверы, парки выталтают в самом городе, я не знаю, как на территории района, а закладывают только синтетические наркотики. Что такое синтетика? Синтетика, она предполагает особые условия для производства, то есть это организованные процессы, и вы должны об этом задуматься. Второй момент, для того, чтобы сбыть, это сложная система, начиная от организаторов, затем административный аппарат идет, который диспетчер сидит, проще говоря, и уже последний уровень закладчиков. Так вот на сегодняшний день мы пока только наступаем на хвосты, как говорится, потому что этих закладчиков там и потребители этих наркотиков задерживают, но здесь нужна серьезная работа для того, чтобы искоренить вот эти организованные группы, потому что мы прекрасно понимаем, потребителями в основном является молодая среда. Нам нужно спланироваться, провести такую работу, и зачастую практика показывает, устранив одну группу, эта ситуация у нас снижается, ну, минимум на процентов на 70. Заслушав и обсудив доклад начальника МВД России по Славянскому району, депутаты отметили, что полицейскими в прошлом году принимались все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и укреплению правопорядка, что позволило сохранить контроль над оперативной обстановкой на территории района. Было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления усилить взаимодействие с правоохранительными органами для повышения эффективности совместной работы по обеспечению правопорядка, продолжить внедрение системы «Безопасный город» в общественных местах, а также постоянной депутатской комиссии по вопросам обеспечения законности, безопасности и правопорядка, изучить проблемные вопросы, озвученные в ходе доклада, и принять в рамках законодательства меры по их решению. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Продолжение следует...